Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня я уже третий видеоролик снимаю во время посеявов. Сею томаты для открытого грунта, уже всякие и крупноплодные, и средние. И самые интересные я описываю. Так как описать все томаты я не могу, я уже объясняла почему, потому что их слишком много, я выбираю самые уникальные, которые чем-то отличаются от других. Вот, например, до этого я описывала любимый праздник и говорила, что это самый крупноплодный томат сибирский. Больше килограмма может весить один плод. Потом описывала демидов. Я сказала, что это самый неприхотливый, выносливый сорт томата сибирского, который может расти в любых условиях, хоть как. Так, сейчас я вот посеяла король-гигант и гигантелла. Про король-гигант я уже рассказывала, потом, если будет время, расскажу. Это уже 75-й у меня лоток, поэтому про все лотки, про каждый я не могу рассказывать. Но я остановила свое внимание, вот на этом томате я его расскажу вам. Толстый боцман. Если те были самые крупные, самые неприхотливые, то этот самый необычный сорт томата. Я вам расскажу про него, но сразу два слова перед тем, как рассказать, скажу, что чем он необычен. Необычный своей расцветкой, необычен тем, что его рекомендуют выращивать с подвязкой, но в 5 стволов. Это очень необычно. Обычно 1, 2 до 3, а это рекомендация производителя в 5 стволов. И необычен тем, что он не очень известен, потому что он молодой. Поэтому я хочу исправить эту ошибку и рассказать вам о сорте Толстый боцман. Но сначала несколько слов о самом посеве. Вот перед этим я лоток посеяла, где смешанный. Конечно, на каждый лоток мы должны прикрепить этикетку. Я еще раз вам покажу, где нужно указывать дату, наименование. Ну и я пишу номер лотка, чтобы мне не запутаться. Я потом по тетради смотрю, в каком лотке, какой сорт, и я легко нахожу. Так как он смешанный, я его разделяю. Если у вас смешанные посадки, то лучше всего, конечно, вот такие какие-то переборочки ставить. Я делаю металлические. Вот этот я посеяла без, как вам сказать, другим способом, без присыпки верхней. Я буду вот эти вот гряды вот так вот раздвигать и за это. Следующий лоток я для разнообразия посею обычным способом. Делаю вот такие вот бороздки, в него разложу семена и сверху присыплю грунтом. Потому что у меня вот эти лотки оказались немного более влажные, чем нужно. И вот эти борозды, ну, не очень хорошо рассыпаются. Нужно было более рассыпчатый грунт делать. Бороздки проливаю эпином. Эпин делаю заранее. Одну капсулу на 2 литра. И на весь день мне его хватает. Перед началом каждого ролика я это рассказываю, потому что кто-то смотрит все подряд, а кому-то этот ролик, например, попадется... Ну как, первый ролик, который он посмотрит, это будет вот этот. Значит, он будет потом спрашивать, а как сеяли, что... Вот, я смачиваю все эти бороздки эпином и раскладываю, как обычно, по обычной схеме. Этот томат ничем не отличается от других. 5 сантиметров грунта я насыпала в пассивные лоточки, утрамбовала, сделала бороздки. Сейчас усядусь и буду вам рассказывать. Сделала бороздки и семена, как я делаю всегда, я буду спичкой раскладывать. Нет у меня своей пачки, все семена у меня уже давно-давно свои, и поэтому толстого ботсмана вообще цветной пачки ни разу не увидела. Я видела только белые пакетики. Но белый пакетик, он мне не нужен, мне-то надо вам показывать картинку. Так, начнем про толстый ботсман. Почему его мало кто знает? Потому что это сравнительно на молодой сорт. Это сибирский сорт, выведен специально, так же как демидов, для регионов с холодным климатом. Сибирский сорт, но так как он выведен совсем недавно, о нем еще немногие знают. Это детерминатный сорт томата. У него обыкновенный куст, листья томатные. Потому что я это говорю, потому что некоторые томаты есть с картофельными листьями или с листьями морковными, но вот это томатный лист. И этот сорт можно выращивать и в открытом грунте, и под пленочными укрытиями. Но для теплиц его все-таки производители не рекомендуют, потому что он выведен специально для выращивания в холодных условиях. Он уникален тем, что он полосатый. Плоды у него, вот я писала даже про него статью, у меня есть в Одноклассниках на моей странице фотографии этого сорта. Он полосатый, и когда у него зеленые плоды, они такие, как я их называю, изумрудные помидорки, они зеленые и полосками. Вот прям, ну, малахитовые помидорки, я не знаю, как вам объяснить. Вот видели малахитовые шкатулки, вот такие вот они, с полосочками, именно вот такого оригинального раскраса, что ни с кем их больше не спутаешь. Они, когда зеленые, зеленые, темно-зелеными полосками, а потом созреют и становятся ярко-красными, а полосы делаются такими желтыми, ну, как вот пишут везде соломенный цвет, ну, желтыми, такими оранжевыми полосками, очень красивый. Есть такой сорт еще какой-то, мне говорили, тигровый, что ли, но я тигровый сорт ни разу не выращивала, а вот этот толстый ботсман, вот он именно, как матрос в тельняшке, полосатый-полосатый. Ну, конечно, он уникален не только вот своей раскраской плодов, но и остальными качествами, не уступает ни в чем демидову. Плоды такие же, от 150 до 180 грамм. При хороших, благоприятных условиях вы можете получить плод 200 граммов. Это очень хороший, крупный плод, но такой нормальный плод для такого сорта, потому что сорт, он именно не для теплицы, а для улицы. Он округлый, обыкновенный у него вкус, такой, ну, как обычная томатка, помидорка. Некоторые его не выбирают, потому что думают, что раз он такой раскраски, ну, как считают его экзотическим, но он нисколько не экзотический, но у него полоски, ну и что. Обыкновенный это помидор. Он отличается хорошим вкусом и подходит. Его можно немного похоронить, его можно сделать из него салат, можно сделать из него любые томатопродукты, разнообразные зимние заготовки. Он точно такой же томат, как все другие. Вот к достоинствам производить, я читала, там производитель перечисляет, когда достоинство, написано, что у него высокие товарные качества, хорошая урожайность, он довольно-таки устойчив к болезням. Но недостатков я, вот сколько я выращивала, недостатков я не знаю. Но главное, если выбрать самое главное достоинство, из всех, о которых я знаю, это, конечно, повышенное плодообразование. Причем образовывает плоды в открытом грунте, в любых условиях. Но можно, конечно, и в теплице. И вот в чем его особенность? Что в теплице, что в открытом грунте, у него урожайность одинаковая. Обычно как? Если в теплице дает, например, сколько-то там, пусть 7-8 килограммов, то в открытом грунте урожайность падает. А это такой интересный томат, он выведен специально для открытого грунта, что в открытом грунте, произрастая, у него нисколько не уменьшается урожайность. Он также будет у вас увешан вот этими полосатыми плодами. Кстати, он официально уже включен в госреестр. Первые годы он был просто как на испытаниях. Сейчас он включен в госреестр. Его в Сибири у нас очень часто выращивают. Он у нас распространен. И также про посев. Вот посев стандартный. Обычно, ну таким самым стандартным сроком является март. Грунт я уже сказала, утрамбовать, сделать полоски, разложить. Сверху сейчас присыплю 1 сантиметр грунта, закрою пленочкой и поставлю. Как только появятся всходы, пленку сниму и рассаду поставлю в светлое место. Ничего особенного, ну как, в выращивании нет. Самые главные особенности начнутся потом, когда у вас начнут появляться плодики такие очаровательные, разноцветные. Вы очень удивитесь. Этот сорт может быть украшением участка. И в то же время он очень практичный, очень урожайный. Он не просто как вот посадите и для красоты. Вот когда вы высаживаете в грунт, уже должно быть, как обычно, 6-7 листьев и цветочная кисть. И что важно для этого сорта? Толстого ботсмана обязательно подвязывают и формируют, но это рекомендация производителя семян, формируют в 5 стеблей. Это, конечно, не обычная рекомендация. И это единственный сорт, которому прям, ну, рекомендовано 5 стеблей. Обычно как получается 5 стеблей? При запущенности, когда человеку некогда или когда он как посадил и забыл, а это именно рекомендация специалистов 5 стеблей. И все эти 5 стеблей будут у вас формировать плоды. Будет весь этот куст в полосатиках, в красно-оранжевых. Очень хороший сорт. Все я вам про него кратко рассказала. Время ваше не буду терять, потому что затягивать в видеоролике смысла нет. Вот это было знакомство с сортом Толстый ботсман. У которого нет никакой пачки. Если вас он заинтересует, зайдите ко мне на страницу, там фото обязательно есть. Или в моих фото, или в моих статьях. Я про него писала статью, потому что он не очень известен всем. И когда вот я выкладывала летом фото, вот эти полосатые, все спрашивают, ой, что это за томат, что это за томат. Это томат Толстый ботсман. Он относится к тигровым томатам. Очень урожайный, очень красивый. И главное, что он выносливый. И его можно выращивать в холодных регионах, в открытом грунте. Он даст вам такой же урожай, как в теплице. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Если успею сегодня, опишу еще несколько сортов. Если нет, тогда перенесу на завтра. До свидания.